Наша тема это конфликт между влюбленными. Как преодолевать эти конфликты? Сергей Филинов. Пастор, религовед, кандидат наук, преподаватель, коуч. Автор учебных курсов, программ и тренингов. Автор и популяризатор церемонии «Истинная любовь ждёт». Консультант по программе предбрачной подготовки. Женат, воспитывает трёх дочерей. Когда говорили о подготовке семейной жизни, тоже упоминали такой важный навык, как жизненная позиция, готовность работать над собой. Ведь преодоление конфликтов это тоже такой навык, который развивается по жизни, когда мы общаемся с другими людьми, когда мы замечаем, что есть люди, которые думают не так, как мы думаем. Как мы будем отстаивать позицию? Мы просто будем соглашаться с другой позицией или мы будем какие-то доводы приводить в свою сторону? Почему мы так думаем? И ещё очень важно здесь сразу сказать, а такие ситуации тоже бывают, недопустимо рукоприкладство. Потому что такое бывает, когда последний аргумент, который использует кто-то, это начинает задевать физически как-то другого человека. Я думаю, это очень серьёзный показатель, который сразу настораживает, нужно ли дальше развивать эти отношения. По разным причинам это может быть, но остановитесь. И возвращаясь к тому, чтобы научиться разрешать правильно, знаете, прежде всего это важно определить, вокруг чего возник конфликт. Второе, это посмотреть на те факты, которые есть в этом конфликте. И второе, как мы интерпретируем их. Очень часто именно с этим и возникают проблемы, что мы по-разному представляем, по-разному думаем. И правильно изложить свою интерпретацию, это уже шаг к разрешению. Я бы ещё порекомендовал, чтобы, когда разрешаете какие-то сложности, конфликты, не прибегали к таким словам, как «ты поступила», «ты думал», «ты сказал». А говорите больше из такой, из позиции «я», что вы чувствовали, я переживал в этой ситуации. И вы можете поделиться глубоко, что у вас было. И это, на мой взгляд, будет хорошим мостиком к тому, чтобы действительно услышать другого, поделиться тем, что у вас внутри. Поэтому я бы прежде всего пожелал, чтобы всякая пара, которая развивает взаимоотношения, увидели и, может быть, действительно приложили усилия для того, чтобы научились разрешать конфликты, научились находить какие-то общие точки. Может быть, даже где-то понадобится действительно вести дискуссию, доказывать, отстаивать что-то. И в конфликтах я бы еще бы обратил внимание на то, что, когда вы даже заходите в тупик, встает вопрос, а есть ли тот, к кому мы можем обратиться за советом? И, знаете, естественно, бывает желание, но давай пойдем к тому, кто поддержит мою точку зрения. Оно так, где-то внутри там зреет. И тогда вы понимаете, что есть поддержка, есть ваши союзники, вот они тут точно скажут. Очень легко в этот момент обратиться к своим родителям, они тут точно поймут меня и поддержат мою точку зрения. Но здесь надо быть внимательным, чтобы тот, к кому вы обратитесь, он имел авторитет для обоих. И вы действительно могли прийти как к третьей стороне, изложить свой спор, свой конфликт и услышать точку зрения другого. И когда вы услышите, вот что другой человек вам скажет в этой ситуации, кто был прав, кто был неправ, готов ли тот человек, с которым вы развиваете отношение, услышать и принять это? Или, может быть, его позиция такая, знаете, она достаточно твердая, ну где-то даже упрямая, и он готов настаивать на своем. Я не признаю свою вину, я не готов. Знаете, взаимоотношения такая хрупкая вещь, что, как правило, даже в конфликтах, как правило, не бывает одного виноватого. И я хотел бы в конце, наверное, рассказать такую историю. Две семьи. Одна семья, где постоянно происходят конфликты, постоянно ссорятся, и рядом, совсем недалеко, живет другая семья, где мир, счастье, все происходит хорошо. И вот семья, в которой конфликты, жена обращается к мужу и говорит, слушай, ну как же так происходит? Мы вот соседи, и посмотри, вот у них все так счастливо, все так хорошо. Сходи, пожалуйста, ну посмотри, как это происходит. Пошел муж, приходит домой к этой паре и видит картину. Возвращается муж с работы, проходит комнату, задевает ведро с водой, проливает его и наблюдает следующее. Жена говорит, ой, извини, я тут ведро поставил, тут ты пролил. Он говорит, да нет, извини, это я тут шел, не заметил ведро. И тут этот муж что-то понял, возвращается в свою семью и говорит, дорогая, я понял, я понял, почему они живут так мирно и счастливо. Потому что когда у них что-то происходит, каждый ищет, как он может признать свою ошибку и просит прощения у другого. А у нас, как только что-то происходит, мы ищем виноватого. И поэтому нету действительно мира и покоя. Я думаю, это очень поучительная история, потому что в семейной жизни, действительно, когда будут конфликты, когда будет непонимание, очень важно качество вот этого. А готов ли я в этой ситуации увидеть долю своей неправоты? Потому что эмоционально мы очень часто можем где-то превысить вот эти грани, когда мы уже не любовь и уважение к другому выражаем, а действительно задеваем его. Делаем что-то в отмеску, чтобы что-то доказать, отстоять. Поэтому сегодня, уже сказав об этой важной теме, как конфликты между влюбленными, я бы еще раз напомнил. Конфликты — это еще не тупик, это еще не доказательство того, что вы не призваны друг к другу. Но вот научиться преодолевать эти конфликты — это то, что я бы хотел пожелать вам. Чтобы вы с Божьей помощью действительно находили общий язык, потому что, когда Господь созидает, то это действительно крепкие взаимоотношения. И никакие проблемы они не могут одолеть, не могут, так скажем, расстроить ваши отношения. А наоборот, вместе, вот имея такую единую силу, вы можете преодолеть любые обстоятельства. Пусть Господь благословит вас, и вы действительно сможете преодолевать любые конфликты. Сегодня у нас в студии гости Елена Палаткина — душепопечитель, христианский психолог, арт-терапевт и песочный терапевт. Елена Палаткина — душепопечитель, христианский психолог, бакалавр христианского душепопечения и психологического консультирования, сертифицированный арт-терапевт, член Ассоциации песочной терапии. Что бы вы могли порекомендовать, сказать молодым людям, которые размышляют, которые хотели бы подготовиться к будущей семейной жизни? Ну, во-первых, я бы предложила не спешить вперед. Сейчас очень такая нехорошая тенденция о том, чтобы распылять свои чувства, и сразу люди начинают, молодые люди, встречаться. И они, получается, все драгоценное, то, что Бог вложил для их мужей и жен, они распыляют это на добрачные встречи. То есть один молодой человек, другой молодой человек, третий. То есть неважно, почему-то все в веянии нашего времени решили, что у меня должен быть молодой человек, парень или девушка, неважно. Если никого нет, то все, я не удел. Но тут очень важно как раз понимание о том, чтобы не спешить вперед, что вот все, мы муж и жена. Сначала должно обязательно пройти время, обязательно понимание того, что действительно, после консультирования, как мы уже говорили, до брачного консультирования, чтобы люди понимали, действительно ли это тот человек, с которым я хочу провести всю оставшуюся жизнь. Это же ведь навсегда. И вариантов для развода нет. Это на всю оставшуюся жизнь. Вопрос такой, что мы уже давно знакомы, мы хорошо общаемся, но почему-то он так и не предлагает мне пожениться. Ну, я здесь не могу ответить сразу за парня, почему он не предлагает. Но обычно, когда такой вопрос я получаю во время общения с молодежью на семинарах, когда вопрос идет с аудиторией, я делаю акцент на то, чтобы ребята обратили внимание, насколько все-таки важен момент такой ясности во взаимоотношениях. Потому что действительно взаимоотношения развиваются, развиваются, и в определенный момент назревает такая точка, где надо принимать какое-то решение, где надо откровенно говорить о своих чувствах. Что вы переживаете, как вы хотите дальше двигаться, как вы смотрите на эти отношения. Я хотел бы через этот вопрос обратить внимание, насколько это важно для девушки услышать, что вы, ребята, думаете по этим отношениям. Поэтому не пренебрегайте, но действительно делайте это осторожно. Это и есть часть вашего ухаживания, когда вы не скрываете что-то. Я знаю историю, и даже не одна история, когда девушки уже доходили до состояния, когда они уже себе говорили. Но если все, вот еще неделю даю, и если он не сделает это предложение, я сразу скажу, нет, он не серьезен. И я закрываю этот вопрос наших отношений. Они делали в себе такое вот решение. В моих случаях, когда я знаю пару таких ситуаций, вы знаете, сверхъестественным образом, видимо, это уже Господь вмешивался, но ребята реально делали предложение. Они получали согласие от девушек и женились. Но смотрите, насколько это важный момент, вот действительно не упустить просто ситуацию на самотек. Потому что для парня это может казаться, ну, оно как-нибудь само решится, само состоится, когда уже припечет, когда уже точно что-то должно произойти. И тогда я сделаю предложение. Насколько важно, вот вы услышите, вы видите в этом вопросе, важно для девушки, чтобы вы не оставляли эти моменты такие, знаете, на самотек, там, недели проходят, а ничего не решается. У нас все нормально, мы действительно научились, мы выстраиваем это пространство любви, мы принимаем друг друга, мы согласны, мы хотим быть ближе, но и ничего не происходит. Так вот, поощрение мое такое, я не могу дать ответ за этого юношу, я думаю, что я бы поощрил, чтобы он все-таки разобрался со своими эмоциями, желаниями и целями, и мог открыто поделиться со своей возлюбленной, поговорить на эту тему, чтобы действительно была больше определенности. Так что, ребята, вы дерзайте, имейте в виду, что это важно для девушки, прояснять ваши отношения и ваши намерения, говорить о них. И в этом, я думаю, даже будет проявляться именно ваша мужественность, ваш характер, поэтому, пожалуйста, вот вносите эту ясность, не упускайте этот момент и говорите с девушкой о том, какие у вас намерения, какие у вас желания. Да поможет вам Господь! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!